всем привет ребят 962 965 алиамак разбираем карбюратор фирмы valbro смотрим что к чему снизу сначала естественно открываем здесь один вент здесь ну два лепестка не в общем то неровно стоят относительно плоскости что мы делаем вот просто горячий воды стакан и пробуем ее так сказать выровнять эту прокладочку вот так вот она стоит потом ее и немного как только она постоит в этом кипяточке потом опять перевернули чайник скипятили и вот таким вот образом потихонечку мы ее искать приводим в порядок лепестки должны нормально собственно говоря выровняться если этого не произойдет покажу что делать дальше значит если у нас вот например мембрана 10 бензина собирается если у нас как бы вот здесь небольшая выпуклость не страшно нас интересует именно лепестки в принципе по сути вот эти лепестки чтобы их подровнять вы ставите вот поглубже максимально горячий кипяточек значит и после этого и после этого выгибаем немножко отгибаем лепесток нужную сторону данном случае у меня вот ближе к ближе к каналам вот этим каналам импульсного канала вот таким вот образом отгибаем еще раз кипяточек ну и делаем максимально плоским так чтобы максимально вот эти вот лепестки как бы сказать максимально были отогнуты в нужную сторону скажем так ну или были в плоскость вот таким вот образом не замысловато но потихоньку постепенно они приобретают правильную форму которая должна быть изначально кипяточек все-таки это в каком-то смысле пластик и вот так вот постепенно мы отгибаем если обратим внимание на плоскость собственно лепестки уже в плоскости ну и также ушла ушел отсюда бугор вот такой максимальный большой нам просто надо чтобы он максимально выровнялся к и лепестки чтобы ли плоскости вот примерно так то есть лепесточки у нас в плоскости все не отгибаются значит хорошо принципе прокладку удалось установить но в крайнем случае уже если не удается восстановить значит тогда уже меняете прокладку но но так далее то что я вижу то вот стандартная история когда пропускает грязь фильтр соответственно лезем уже и сюда вверх есть мембрана вот эта мембрана желательно если сильно дубовая положите в бензинчик ну желательно его всегда в бензин положили и делайте дальше работу значит здесь есть еще так же прокладка если прокладку отсюда сложно вытащить лучше тогда не трогать в принципе не трогать я покажу что надо делать дальше дальше берем карп клинер очиститель карбюратора случае и приподнимаем иглу и оттуда вычищаем грязь здесь карбюратор относительно довольно таки большой почему относительно потому что он больше чем обычный карбюратор не профессиональных пил вот проходим собственно говоря все отверстия значит дальше дальше очищаем вот эту забившуюся сеточку вот таким вот движением далее я обычно это все продуваю таким вот образом все дело продувается и вся грязь собственно говоря сетки выходит если не уходит еще раз пропитываем немного иголочкой по вот этой грязи проводимся вот таким вот образом убираем всю грязь которая здесь налипла вот и еще раз продуваем до тех пор пока у вас ситечка не будет вот примерно вот такое вот чистое вот так вот получается далее ставим ситечка на место уже чистое и так же мы канал вот этот прочистили ставим его на место вот оно я его немножко развальцевал руками то есть немножко раскрыл скажем так для того чтобы оно сюда плотнее заходило посему оно в тонкие плотно заходят это очень хорошо для нас чем плотнее здесь вот это соединение тем лучше вот так вот получается в общем все получается хорошо далее немного нашу прокладочку проходим карплинером вот для того чтобы убрать с нее лишний как бы лишнюю грязь и далее вот эту прокладочку вот таким вот образом мы добиваемся того чтобы она была максимально чистая вот вот видите там грязи еще на ней было желательно ее очистить вот таким вот образом брать всю грязь с нее все ну устанавливаем на место нашу мембрану таким вот образом и далее прикрываем вот этой крышкой значит крышка вот эти каналы все на крышке тоже очищаем вот этот канал вообще вот так вот сделали и все и продули компрессором все выдули продули установили ну как бы если вы посмотрите лепестки должны плотно прилегать к карбюратору это очень важно поскольку если они будут прилегать к карбюратору будет плохо опять же будете разбирать и так далее то есть с этим будете постоянно так сказать мучиться и прикручиваем это все дело обратно прикручиваем без фанатизма но должно быть плотно далее далее проверяем вот этот вот клапан на праймер он идет вот этот клапан праймер наполняется за счет него на работоспособность то есть сюда идет шланг вдуваем идет на себя не должно идти то есть он должен вот такой вот щелчок делать туда-сюда это его нормальная работа но в процессе вы уже будете видеть когда установите карбюратор он немножко отстоится в бензине и в принципе он должен работать хорошо поскольку здесь довольно-таки большой по размеру клапан вот значит далее вот эту прокладку с бензина уже достали она уже стала помягче что поэластичнее и прикручиваем это все дело на место прикручиваем это все дело на место позиционируем ставим и закручиваем примерно закручиваем с той же натяжкой что было если у нас если мы ставим скажем так прокладки те которые были видим что они в порядке как в данном случае то если мы не меняем то прикручиваем как было либо руками вы должны это чувствовать либо если что есть градации на вашем шуруповерте сначала откручиваете с какой градации с каким усилием он открутит с тем собственно говоря и закручиваем ну я эти карбюраторы не первый раз перебираю я примерно знаю какая у них здесь затяжка все довольно-таки банально и просто значит здесь есть также канал холостого хода вот там вот каналы холостого хода если бы они были не в порядке его вообще не продули бы через клапан то есть не дулось бы в ту сторону тогда пришлось бы их эти каналы приводить в порядок вот как это делается я объяснял ранее вот таким образом значит здесь я не стал винты крутить то есть как они были так они и будут не стал их как бы сказать вычищать далее далее установили компрессометр вот сюда вот вот в это отверстие подачи топлива и надуваем примерно 0,5 0,5 у меня держит значит вот здесь вот есть отверстие компенсатора туда можем подуть все стрелка ушла 0,5 должно держать в моем случае 0,5 потихоньку уходит видите стрелка пошла 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 то есть не держит сейчас атмосферу пробуем держит ну вот видите не держит карбюратор это плохо иначе где-то проблема есть в общем в данном случае травят игла как ее чистить прочищать там есть на канале либо в крайнем случае меняете игла у нормального специалиста должны быть ремкомплекты опять же вот все ремкомплекты у меня вот так вот лежат разные прокладки здесь и новые и не новые скидываю сюда то что более-менее может работать скажем так если это был но как правило как правило меняю все же так вот далее я снял и проверяем без верхней крышки все равно где-то травит если видно стрелка уходит такие вещи как правило делает игла либо нижняя крышка вот эта здесь тоже может где-то травить вот этой прокладкой буду разбираться ну вот видно не видно виновник будет вот этот вот игольчатый клапан он собственно говоря вместе где сходится с карбюратором просто имеет выработку поэтому я его меняю на новый и не мучаюсь новая иголка выглядит вот так примерно ну игольчатый клапан вот установили обратный игольчатый клапан проверяем на давление так многовато 0,5 0,5 0,5 как вкопано это уже хорошо теперь атмосферку еще раз проверяем несколько раз чтобы у нас четко атмосферу он держал потому потому что там в каналах может быть грязь какая-то еще что-то в принципе нормально так что так собираем в обратном порядке если за мою практику скажу так если 0,8 0,9 держит значит все в порядке будет поверьте мне главное чтобы он держал 0,5 но 0,8 0,9 тоже должен держать не обязательно целую атмосферу то есть можно 0,9 0,8 если держит это уже нормально вот ну и собираем это все в обратном порядке на этом я видео заканчиваю всем пока всем удачи успехов в работе